Девушки отдыхают На зарядку становись? Да, на массовую зарядку А вот где, когда и кто тренер Узнаем у нашего гостя Специалиста отдела организации физкультурно-оздоровительной работы Департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени Юрия Петрачука Юрий, добрый день, здравствуйте Здравствуйте, милоский просим к нашему, что называется, столику К нашей спортивной площадке И почему же мы не в форме? Я теперь зарядку не будем делать сейчас массовую? Нет? Надеюсь, сейчас нет Я думаю, что мы уже готовы, да, в течение дня к этому ко всему Юрий, вопрос такой Ну, на самом деле, очень интересная обстановка С тем, что началось движение В котором принимают участие Абсолютно разные слои населения Возрастных групп и так далее Расскажите про него, как оно появилось? Как возникла идея? На самом деле, это смесь идей Тут с разных сторон С одной стороны, даже была инициатива главы города Тюмени Руслана Николаевича Кухурака О создании в парковых и лесных зонах Условий для занятий с тренером То есть жителей нашего города И тут же была у нас такая акция Спортивный вызов Спортивный вызов, она подразумевала Участие предприятий, трудовых коллективов Которые снимали на видео Какое-то свое физкультурное, спортивное мероприятие На рабочем месте, да? Физкульт-минутка Да, 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 вот такой формат Производственная гимнастика Производственная гимнастика, да Ну, там в свободной форме, естественно, все это происходило Все это они снимали Креативом заправляли все это И бросали вызов этим видео Любому учреждению или предприятию Которого они захотели вызвать на такую дуэль И вот таким образом трудовые коллективы Тоже приобщались к физкультуре И вот смесь, да, вот этих идей И потребность жителей как раз в физкультуре Да, чтобы мы, как администрация Департамент по спорту То есть организовали Отследили Да, отследили и организовали подобное мероприятие Вот как раз этот проект Собирает в себя Спортивный заряд, да? Спортивный заряд, да Правильно даже сказать Тюменский проект, спортивный заряд Который собирает все пожелания жителей И учитывает это Ну, я так поняла, что тюменцы активны в нем, да? С легкостью идут вот в этот массовый заряд Да, это на самом деле очень интересный момент Потому что, чтобы привлечь жителей К какому-либо мероприятию или проекту Необходимо сначала на своем примере Что-то показать А в данной ситуации Вот у нас есть коллектив Допустим, администрации города Тюмени Управ Центрального И Ленинского административного округов И вот эти коллективы выходят, занимаются То есть, да, физкультурой Куда выходят? На площадке непосредственно рядом со своими учреждениями То есть вот у администрации эта площадь Рядом с администрацией Я на секундочку, знаете, что вот так вот скажу? Администрация, ребята, у нас самая хитрая вообще на всей планете Земля Почему? Да потому что администрация сразу сказала Да будем заниматься физкультурой Недалеко от рабочего места Рядом с собой Да, на самом деле это один из принципов Чтобы физкультурная зарядка проходила там, где работает человек Или там, где человек непосредственно рядом проживает Вот, это вот один из принципов, от которых мы отталкиваемся Юр, у меня вот сейчас такой вопрос Время, когда начался этот проект? 19 апреля прошла наша первая зарядка в администрации города Вот с которой И насколько регулярно она сейчас будет проходить или уже проходит? Утренние зарядки по будням у нас проходят во вторник и в пятницу в 8.30 А в остальные дни можно не заниматься? В остальные дни жители и трудовые коллективы занимаются самостоятельно Так Самостоятельно, мы надеемся, что не занимаемся самостоятельно Но во вторник и в пятницу как раз в рамках нашего проекта Хорошо, а есть освобождение по погоде? Допустим, о, сегодня дождик, не пойдем на зарядку Вот, что интересно, у нас еще не было прецедентов Отмены нашей зарядки Потому что была хорошая погода или была плохая погода, но выходили? Смотрите на экран, сейчас вот там дождичек прошел Да, да, вижу, вижу Или это специально помыли территорию администрации? Да, вот на примере как раз этой зарядки можно посмотреть, что даже мелкий дождик не стал преградой Ага, не помеха Абсолютно не стал преградой Я вот только не вижу, а тренер там есть? Кто все это вообще показывает? Да, вот посмотрите, то есть около баннера Да, вижу Инструктор И кто, кстати, кто вообще здесь инструктор, тренер? У нас есть партнеры из числа фитнес-клубов, которые силами своих тренеров как раз и организуют вот эти зарядки Юр, тогда вопрос, вот мы сейчас увидели инструктора, девушку, я там посмотрел предварительный материал У нее даже день рождения был в этот день, она молодец Другой вопрос, а кто те люди, кто оказался перед администрацией, да? То есть как вы получили вот этот контент этих людей разного возраста, разной физической формы? Ну я так поняла, что это все сотрудники, или нет? Ну вот смотрите, сотрудники это те люди, которые на эту площадку приходят заниматься, да? Вот именно утренней зарядкой Но у нас также есть жители, которые живут неподалеку, и организации, которые... И они тоже могут присоединиться И присоединяются И присоединяются, я, честно говоря, посмотрел вот по сюжетам, которые проходили у нас не только в новостных, да, каналах Мне кажется, Юр, там очень хороший был момент в интернете, да, когда проходила обстановка там женщин Ну вот как раз за бальзаковского возраста уж, о чем мы говорили сегодня Их прямо приобщали, они сказали, да, давайте И тем более здесь были люди, действительно, которые очень интересные И с точки зрения... Ну то есть упражнения рассчитаны примерно на... Какую сложность? Новичок сделает, выполнит? Абсолютно Новичок, тот, кто в спорте не новичок, профессионал Любой категории, любого возраста То есть это такие универсальные упражнения? Очень универсальные, да, все верно Ну и на самом деле здесь амплитуда, что называется, да, она у каждого человека своя То есть если ты подготовленный спортсмен, то пусть у тебя растяжечка будет шпагатная максимальная Он как у Юры, он сейчас может здесь нам устроить, хоть штангу будет на пальцы вот так вот крутить и будет все ловко Ну а кто-то придет, вот женщины, которые подключались вот к сюжету, который я наблюдал Они просто горожанки, которые проходили здесь, у них там внуки гуляли И они сказали, да, давайте Размялись тоже И безусловно, это очень удобно было Вот расскажите вот про этих людей, которые приходят и внезапно появляются Я понимаю, что если Юрий приходит в кабинет и говорит, ребят, через 8 минут у нас сейчас зарядка Вам надо бы выйти для массовочки И люди пойдут Кто еще люди? Как вы их получаете? Перспектива новых людей? Здесь перспектива новых людей Вот по пунктам сразу разложим Вот про перспективу новых людей и про тех, кто у нас присоединяются к зарядке Про присоединение к зарядке Непосредственно у администрации города Тюмени То есть мы присутствуем каждый раз, проводим ее И помимо инструктора, то есть я выхожу с микрофоном И вот у нас люди проходят мимо И я заряжая своей мотивацией людей, которые уже в зарядке Призываю тех, кто вокруг, присоединиться И в том числе те, кто проходят, они присоединяются Это такая подпитка энергии на самом деле И тех, кто уже занимается, и нас как организаторов А на сколько минут рассчитана эта зарядка? На 15 минут 15 минут И она всегда одинаковая или различается по каким-то дням, тематически, может быть, есть упражнения? Все зависит от инструктора То есть вот у нас инструкторы, они не закреплены, что вот один человек, один день Они, то есть смена идет Дежурный Смотрите, идет смена, и поэтому, когда приходит какой-то новый инструктор с новой программой Людям это неожиданно очень интересно Они не знают, чего ждать И мы, то есть мы уже там, да, за это время напитались какими-то этими упражнениями И когда появляется что-то новое, мы сразу, я это озвучиваю Да, я озвучиваю этот момент, говорю, вот у нас что-то эксклюзивное появилось от нашего нового инструктора Это всех, всех затягивает Привет, это действительно круто И это программа «Добрый день, Тюмень» И сегодня мы говорим о проекте «Спортивный заряд» И вот о чем вы узнаете через секунду Смотрите далее Тренируйся со звездой Какие известные тюменцы приходят на общегородскую зарядку Это программа «Добрый день, Тюмень» Спасибо, что вы сегодня с нами Эксперт этой беседы Юрий Петрачук Специалист отдела организации физкультурно-оздоровительной работы Департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени И говорим мы о проекте «Спортивный заряд» Знаем, что спортивно зарядиться в проекте успели и медийные личности Глава города, например А кто еще? Все верно Руслан Николаевич Кухарук Он традиционно принимает участие в наших зарядках в первом ряду Да, показательно очень Но также, смотрите, у нас Нашей гостьей была Наталья Геннадьевна Проскуякова Да, какое-то время назад И она тоже вот так в первом ряду Показательно, чтобы все видели, как это действительно надо делать А на самой первой зарядке у нас присутствовали директора фитнес-клубов То есть руководители Вот мы снова видим кадры, да? Да Ну вот это не первая зарядка А на первой зарядке у нас очень-очень много составов То есть гостей, которых мы звали И вот в качестве медийных личностей можно обозначить как раз вот этих людей Там порядка, то есть 20 человек, то есть было Заразительно Юр Директоров А вот глава города, да? Все действительно, да, рядышком с нами В массовочке, в людях, что называется У меня такой вопрос Этот проект, он рассчитан надолго Его будет поддерживать именно администрация Или вы будете делегировать полномочия уже потом? Ну не зря же директоров фитнес-клубов приглашали Мы планируем этот проект, вот в плане, да, до конца лета продолжать Пока, то есть нам позволяет погода Это весенний-летний период Как раз самое то, чтобы на улице заниматься этой зарядкой Здесь, смотрите, мы как модераторы То есть, да, вот мы берем там, приглашаем фитнес-клубы Слушаем там, где нужна эта площадка Организуем ее, сводим все вместе И площадка уже работает автономно Вот в таком формате это проходит Это не просто... Хорошо, а я вот слышала, что в выходные тоже можно позаниматься с инструктором Где-то в парках или скверах Тюмени Это так? Да Если да, расскажите, сдайте пароли и явки Вторая часть этого замечательного проекта спортивного заряда Это парковые зарядки То есть фитнес-тренировки с теми же тренерами из фитнес-клубов Но уже в лесопарковых зонах Да, где именно? Да, и вот я вам сейчас перечислю Это экопарк Затюменский, Гилевская роща и сквер Комсомольский Вот у нас три точки Так, все знаем Где, вернее, не где, а когда это Когда? По субботам и воскресеньям в 9 утра начало Но там у нас расширены немножко регламент проведения Это уже 40-минутные тренировки Да, что туда еще входит? Да, вот здесь уже более авторские программы Имеют место быть от тренеров, клубов Но это тоже бесплатно? Да И это может присоединиться любой желающий тюменец? Да, любой желающий Здесь уже у нас нет привязки к трудовым коллективам Здесь как раз вот жители города, которые посещают скверы, парки, выходные, могут приобщиться Мне кажется, что в этой ситуации у администрации спортивной нашей, да, очень хорошая инициатива Действительно приобщить тех людей, кто по гиподинамии своей, да, завязан на свои офисы Приобщить их к этому движению Поэтому, друзья, нам остается просто сказать Идите и занимайтесь спортом Каждый день Вот кто-то в 8, кто-то в 9 утра Приходите на обозначенные площадки Где можно себя посмотреть в интернете? Вот чтобы люди могли обратиться и сказать, где мне будет удобно Где площадки, куда можно подойти? Есть интернет-портал Тюмень, наш дом Там есть вкладка Тюменский проект, спортивный заряд Или в группе ВКонтакте Группа называется спортивный заряд Заходим, смотрим фотографии И принимаем участие Обязательно Юр, спасибо огромное Я думаю, что у нас этот спортивный заряд найдет будущее вместе с нашими зрителями Спасибо Спасибо Ну, друзья, мы же с вами не прощаемся И от любителей спорта переходим к профессионалам И вот о чем будем через мгновение говорить с вами Смотрите далее Биатлонистами не рождаются Как попасть в школу Олимпийского резерва Луизы Носковой Это программа Добрый день, Тюмень В студии Татьяна Максимова и Артем Фирсов И раз уж речь идет о спорте Без чемпионов не обойтись Встречаем олимпийскую чемпионку Заслуженного мастера спорта России по биатлону Президента Олимпийского совета Тюменской области Луизу Носкову Здравствуйте, Луиза Николаевна Добрый день Добрый день Я не одна Я со спортивным мужчиной О, что это у вас там У меня награда наша Спортивная национальная премия Поэтому, я думаю, мы позже поговорим о ней Я расскажу вам с удовольствием Вы знаете, друзья Мне кажется, что очень много в нашем городе людей Которые душой болеют за биатлон И в основном это взрослые люди А у нас сейчас разговор будет как раз о тех Кто юные воспитанники Кто как раз представляет школу Олимпийского резерва И в которой есть у нас руководитель, знакомый И эта награда как раз оттуда Да, это оттуда Новый-то набор уже стартовал в вашу школу сейчас? Конечно, набор уже стартовал с 25 апреля И он продолжается И еще есть возможность Еще не поздно Полтора дня еще у нас есть возможность попасть в нашу школу Поэтому я рекомендую А за я в новой сегодняшний день? Возникла за я в новой? В 75 заявлений поступило на сегодняшний день 25 человек мы всего набираем в этом году Потому что у нас очень хорошие результаты И такая хорошая стабильность у воспитанников Поэтому всего 25 человек 13 человек у нас выпускников в этом году Вот поэтому есть шанс попасть в число 25 Владимир Николаевна, вот такой момент Что действительно популярность биатлона в Тюмени И именно школы биатлонной тюменской Она очень велика Согласитесь, ведь много заявок из других городов Родители приезжают с детьми Вот кто эти люди? Откуда к нам едут? Да, к нам едут, конечно, со всей страны И в этом году Не исключение Из 11 субъектов Российской Федерации Сейчас на данный момент подали По лыжным гонкам По биатлону Это из 9 субъектов Российской Федерации Они совершенно разные Поэтому если брать В общем, да, числе субъектов Российской Федерации То это порядком 17-15 субъектов Разных, различных Но, конечно, мы в первую очередь Делаем упор на своих детей Которые у нас занимаются В муниципальных школах И которые тоже хотят показывать Хорошие результаты И показывают хорошие результаты На наших областных соревнованиях У нас есть такой рейтинг Ведется соревнований Поэтому, естественно, мы отслеживаем Наших детей Луиза Николаевна А больше мальчиков или девочек Сейчас вот заявление подали Вы знаете, если честно Упор, конечно, идет больше Перевес на мальчиков С девочками как-то вообще проблема Видно, в танцы уходят Видно, в такую творческую, да Более так, жизнь Вот, поэтому, конечно, упор больше Хотелось бы нам сделать на девочек Чтобы к нам поступить Чтобы можно было выбрать, да Чтобы конкуренция была хорошая Да, да, да То есть девчонок ждете, да Да, мы очень ждем девчонок Поэтому, ну, ребят тоже Хороших ребят тоже У меня такой вопрос Вот школа действительно выпускает Очень много хороших ребят И выпуск сейчас произошел Да, вот совсем недавно И среди них же есть ребята Которые на самом деле уже Ну, как бы не первый раз Получили медали Вот кто они? Вот расскажите о них О достижениях про наших ребят Вы знаете, ребята у нас Вот в этом году, я уже сказала 13 выпускников Если говорить Я сейчас даже хотела Не о спортивных результатах сказать А из 13 сейчас вот наших выпускников Два человека у нас идет На золотую медаль В общеобразовательной школе Вот Поэтому, если говорить О спортивных достижениях То, конечно, мы сейчас В этом году передали 9 человек На более высокий этап Это в ЦСП Где в спорт выше достижений Где они уже будут Оттачивать свое мастерство Вот Поэтому Здесь результаты Если говорить о результатах Это чемпионаты мира Победитель чемпионатов мира Призеры чемпионатов мира Юношеских олимпийских игр Это и доморощенные наши Спортсмены Шнейдер У нас Ксения Которая заканчивает в этом году Школу И перешла уже в ЦСП Это Микрюкова Наталья Которые Так же, как и Шнейдер Ксения Входят в сборную команду России Среди юношей И девушек Это и Ильдар Бакиев И вы знаете Вот можно перечислять Это и Ильиных Станислав Это много ребят Хороших, талантливых ребят Которые переходят у нас в ЦСП Таким восторгом вы рассказываете Я всегда о детях с восторгом рассказываю Потому что о талантливых детях Об интересных детях Которые не только в спорте достигают Хороших результатов Но я думаю и в жизни Они добьются очень высоких результатов В деятельности своей трудовой А вот скажите про теперь Будущих ваших учеников Луиза Николаевна Как будет проходить отбор Когда уже все заявление принято В этом году мы набираем 2002-2005 год В основном там дети У нас идет в биатлоне 7 критериев По лыжным гонкам 6 критериев Это можно все посмотреть на сайте На нашего учреждения Но один единственный критерий Который он должен быть обязательным Это условия Это первый спортивный разряд Ребята должны уже иметь Чтобы поступить к нам Потому что это говорит о талантливости Детей И в соответствии со стандартами спортивными Они должны уже в этом возрасте Выполнять вот этот критерий Поэтому критерии все есть Они естественно не скрою Они непростые Вот Но чтобы попасть к нам в школу Нужно именно быть такими Хорошо подготовленными Спортивно и функционально Ну вот я все-таки хочу Про награду кое-что напомнить Заслуги школы Оценили на всероссийском уровне В декабре 2018 года Школа Олимпийского резерва Носковой признана победителем Национальной спортивной премии Министерства спорта Российской Федерации В номинации Надежда России Лучшая спортивная школа Правильно все? Правильно И вот покажите еще раз Эту награду Я с удовольствием еще раз покажу Вы ожидали получить Такую высокую награду? Вы знаете С одной стороны Конечно мы надеялись и верили То что все-таки мы победим Но в то же время было сомнение Дадут ли или не дадут Потому что все-таки Столько много спортивных школ В нашей России Которые хорошо работают Делают свою работу хорошо Но все-таки победа пришла к нам В руки И конечно это заслуга В первую очередь Нашего всего коллектива И тренеров И ребят И родителей Которые нам доверяют Своих детей В наши спортивные классы В наши учреждения Поэтому огромное всем спасибо За вот эту награду Я думаю что Те пять лет Которые прошли В нашей школе пять лет В этом восемнадцатом году Было Поэтому я думаю Что следующую пятилетку Есть над чем поработать Еще завоевать много наградок Мы амбициозные Мы ставим перед собой Самые высокие цели Вот поэтому Ну и стараемся стремиться К тому Чтобы быть лучшими Это здорово Артем заслушался Вы знаете Вот мне честно говоря Вообще просто очень нравится То что Вот в школе Олимпийского резерва Друзья Поверьте мне Мы сейчас говорим Не просто про спорт Вот у из них Главное не даст соврать Мы с братом Сами когда были Школьниками И занимались В школе Олимпийского резерва И у нас тренировки Проходили по четыре часа Мы там просто были Такими лошадками Так вот Друзья Один из важнейших факторов Это тренерский состав Руководящий состав Потому что Друзья Поверьте Держать Вот в своих Ежевых рукавицах Школу Носковой Это вам Многого стоит Это вот Это прямо Это прямо Очень сильно Вот что для этого нужно Потому что это очень сильный пробив Вообще просто В размерах России Для этого действительно Нужно быть Луизой Носковой Олимпийской чемпионкой И здесь уже появляется Организатор Женщина Которая любит детей Людей любит И что еще Наверное много Составляющих Вообще Вот Руководитель Да если говорить Для того чтобы Достигать результатов Это наверное В первую очередь Желание Это будем Любовь К тому Чем ты занимаешься Это наверное Основополагающее А дальше Если ты это все любишь Ты будешь обязательно Учиться Развиваться Стремиться Ставить перед собой Цели амбициозные В том числе Но здоровые Здоровые амбиции Да Вот поэтому Конечно И настраивать коллектив На такой позитивный Лад будем так говорить Поэтому я думаю Что вот Наверное все составляющие Их нельзя выкинуть Это как по кирпичикам Да Вот складывают Как у вас вот стена Поэтому я думаю Что это вот наверное Основополагающее Это желание Любовь Стремление Вот Ну и конечно тот опыт Который я имею В своей спортивной жизни С теми людьми С которыми я общаюсь То есть вокруг меня люди И естественно Мы учимся друг у друга То есть перенимаем опыт Учимся Стремимся Это наверное самое главное Для того чтобы вот Показывать результаты А вот Артем еще сказал Что по 4 часа бегали А как у вас проходит Тренировочный процесс В школе Интересно сколько времени При этом еще ребята Отличниками выходят Некоторые Да У нас все распланировано Очень сложно Ребятам в течение дня Приходится Потому что там и зарядка И первая тренировка По 3 часа идет Плюс учебный процесс Между тренировками Сон час Вторая тренировка Тоже 2 часа Как серьезно Вечером это обязательно Для биатлонистов Тренаж Это обязательно Теоретические занятия Поэтому конечно Нашим ребятам Приходится сложно Но очень интересная Спортивная жизнь У них И плюс воспитательный процесс Его никто не отменял Потому что у нас есть И мероприятия Которые мы проводим Для ребят Чтоб они были такими Универсальными Универсальными Да личностями Вот поэтому И мы проводим Всякие конкурсы Мероприятия То есть они у нас Выезжают А летом как тренируетесь На вот этих Лыжероллерах Лыжероллеры Кросс Это у нас И имитация Идет с палками И то есть Как бы Это на секундочку Таня Не просто шведская ходьба Да Не шведская Здесь сложность Гораздо больше Знаете Вот на самом деле Нужно наверное сказать Для наших зрителей Что для тех спортсменов Которые попадают В школу Носковой Для них Детство С точки зрения Вот этого вот Родительского слова Детство Легкость Яркость Оно заканчивается Потому что Ребята у вас Они все Спортивные детства Абсолютно серьезные Да Абсолютно серьезные И вы знаете Я такое отметила Мы все отмечаем Приходя в школу Общевразовательную школу Мы смотрим Что наши ребята Намного Будем так Дисциплинированнее Намного То есть у них дисциплина Вот И намного Серьезнее В их глазах Уже такая серьезность И такое целестремление И это отличает Вот наверное Детей Которые не занимаются Или вообще не занимаются Не только спортом Вообще чем Не занимаются В секции не ходят В кружки не ходят Да какие-то Поэтому Естественно Такой ребенок Отличается Поэтому Мне очень приятно Когда говорят Что ваши ребята Серьезные Спортивные Подтянутые Да Они не всегда Будем так Спорят с учителями То есть как бы Нам хотелось бы Да Чтобы они там Тише воды Ниже травы были Вот Но это не всегда происходит Они могут и поспорить Вот Поэтому конечно Ну в споре рождается истина Поэтому Мы их воспитываем Мы их Что бы вы пожелали Например сейчас ребятам Которые хотят Вашу школу Или еще думают Вместе с родителями О том Что пойти бы Луиза Николаевна Вот действительно Есть возможность Сейчас обратиться К нашим ребятишкам Да К каких родителям Прошу Да Но наверное В первую очередь Я хотела бы Сказать и родителям И ребятам Чтобы они Воплощали свои мечты Вообще в жизни Были спортивными людьми Это в первую очередь Чтобы родители С детства Прививали любовь К спорту Я сегодня слышала Подслушала Про спортивную зарядку Говорили Это обязательное условие Вообще И взрослых И детей Вообще всего населения Поэтому Чтобы они были спортивными Чтобы они В преддверии Прежде чем к нам Попасть в лыжную секцию Либо в биатлон Либо на другие виды спорта Занимались Вели такой активный образ жизни С детства С пеленок Прививали Любовь к спорту И я думаю Тогда У нас будут Здоровые Гармонично развитые Вообще Личности И люди Чего я вообще Желаю Нашей Тюменской области В преддверии 75-летия Тюменской области И тогда будут у нас Еще и новые награды Копилки нашей области И мы будем с удовольствием Следить за трансляциями Еще с большей гордостью Если там будут Наши тюменцы Я считаю Что для нашего региона Цифры это не главное Главное достижение Это наши люди Поэтому спасибо вам Огромное Земной поклон За те достижения И за те перспективы Которые нас ждут еще И с вашей школой В том числе Спасибо большое И много спортивных побед Спасибо Доброго дня Дорогие друзья Тюменский проект Спортивный заряд Становится все популярнее Среди горожан Сегодня 15-минутная тренировка Возможно Стала прорывом В достижении Оздоровления нации Ну да Пора и нам Вслед за нашими Китайскими соседями Также заниматься На лужайках Где-то на улице В парках и скверах А на фоне Лайфхаков По омоложению организма Жить нам, друзья Еще лет сто И пусть ваше хорошее настроение Проявится В вашей помощи Близким людям Давайте улыбнемся Добрый день тебе Пока Счастливо Счастливо Пока Счастливо Уху Продолжение следует...